Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео про яд глицидол, который содержится в 70 и даже более процентах продуктах питания и однозначно вызывает разные формы рака, как было доказано еще в 78 году. Так что же можно есть, а что нельзя, чтобы не получить в организм этот токсин, который не выводится из него и приводит к страшным необратимым последствиям. Итак, вы узнаете, что же это за вещество, что рассказал доктор медицинских наук Еделев Караулову, а какие есть доказательства, не только пальмовое масло опасное, причем какое еще пальмовое масло, почему производителям выгодно выпускать продукты переработки с этими трансжирами, как распознать, есть ли в этих покупаемых вами продуктах это вещество, этот глицидол, и что никогда покупать нельзя, если вам, конечно, дорога ваша жизнь. И какой вывод можно сделать, какой выход найти из данного вопроса? А выход есть. Это и многое другое вы сейчас скоро узнаете. Факт. Онкология в обществе только растет и молодеет. Уже в некоторых странах, в городах-мегаполисах каждый третий болен тем или иным видом рака. Это страшная беда, но и люди живут сейчас неосознанно, не думают о здоровье, даже хорохорятся, а потом, когда петух жареный клюнет, продают даже квартиры для оплаты дорогого лечения. На днях написал один человек, 15 миллионов один его родственник должен заплатить за лечение. Но часто это бывает даже уже и бесполезно, по крайней мере, пока больной сам не осознает и не уберет причины, а они всегда есть, причины, приведшие к его тяжелому состоянию. Смотрите это мое видео полностью. По крайней мере, это мой вам совет разумным людям, так как помимо всей наиважнейшей информации, которую я даю в этом видео, в конце этого видео я зачитаю вам очень важное недавнее письмо. Это один из последних случаев и ярких примеров победы над раком, когда человек все осознал, послушал меня, даже провел со мной консультацию, и это помогло ему выработать верный, но по факту излечение, единственный верный план действий. И он начал действовать комплексно, системно и уже со знанием дела, и добился выздоровления, изменив свою жизнь и жизнь своей семьи к лучшему. Непременно посмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить это письмо, а потом сделать так жизненно необходимый каждому человеку в наши дни правильный вывод и выбор. Да, причин рака сейчас очень много. Она не одна, но чем их больше, этих причин действуют совместно, одномоментно, тем рост заболеваемости выше. За последние 20 лет в нашей стране рост только рака щитовидной железы увеличился в популяции россиян более чем в 250 раз. Это катастрофа, и это только один витрака. Но мое сегодняшнее видео записано потому, что мне один зритель прислал ссылку на видео Краулова с Дмитрием Еделевым под названием «Глицидол содержит 70% наших продуктов, а это смерть». Это сенсационное видео, и не то, чтобы этого никто не знал, а то, что правильно в этом видео были расставлены акценты, и оно отчасти затронуло умы тех, кто еще вчера летал в облаках. Потом можете посмотреть, хотя я сейчас вам дам буквально за одну минуту содержание этого видео. Саму суть. Краткая справка. Глицидольные эфиры или глицидол. Эти вещества образуются при нагреве растительных масел, любых, выше 200 градусов. И поскольку такие масла, пройдя высокую термообработку, уже не имеют запаха и вкуса, являются хорошими консервантами при этом, а себестоимость их производства ниже низкотемпературных масел. И скорость производства их высока, то их добавляют по верному на вечные времена определению Карла Маркса во все, что производит сейчас пищевая промышленность. Даже в детское питание. Ничего личного, просто бизнес. Так о чем было видео Караулова с доктором медицинских наук Еделевым? Еделев рассказал историю вопроса, связанную с появлением в продуктах питания в нашей стране и в других странах этого канцерогена. Как другие страны с этим борются многие, а наша страна, например, пока нет. О том, как известный журналист Аркадий Мамонтов поднимал публично эту тему, пожалуй, единственный, кто так ее поднимал, он лично отвез в Чехию лабораторию. Самое дорогое сливочное масло, внимание, не дешевое из какой-то там сети, а самое дорогое масло сливочное, купив его в элитном магазине напротив Кремля, московского Кремля. И в нем в Чехии в лаборатории обнаружили почти в 20 раз больше глицидола, чем допустимо по ПДК. Хотя у него, у этого яда, по сути, вообще нет ПДК. Его вовсе не должно быть в организме и в продуктах, соответственно. Это вещество не выводится из организма и является страшным ядом и мутагеном, приводящим к любой форме рака. Он приводит данные, как молодел рак, и что он, как врач, наблюдает среди своих пациентов. Он говорил, что из всех растительных жиров в нашу страну возится 82-92% тех или иных технических пальмовых жиров, а это мега-бизнес, многомиллиардный бизнес. И в год в нашу страну идут миллионы тонн. Как вы думаете, куда все это идет? Конечно, в продукты питания, в какие, которые вы в той или иной степени едите, если вы, конечно, не веган-сыроед. И при том, разница в себестоимости произвести пищевое и техническое, вот это опасное, тоже пальмовое масло, составляет всего 7%. Но даже за эту дополнительную прибыль в 7% эти производители не останавливаются перед убийством сотен миллионов людей во всем мире. Он пояснял, что нельзя раскалять масло, если масло при жарке дымит, и это все канцерогены. Что в СССР в 78 году было научно доказано, что это вещество яд, вызывающий рак. И тогда у нас в стране строго следили, чтобы во все продукты переработки добавляли только натуральные, низкотемпературные, безопасные жиры. А сейчас ситуация диаметрально противоположная. Что ж, перейдем к главному. Вы спросите, а какие продукты содержат глицидол и вообще глицидиловые эфиры? А все, где есть растительные масла, подвергшиеся в процессе производства термообработки выше 200 градусов. И все продукты, куда эти масла, в первую очередь техническое пальмовое, хотя не только его, добавляют. Вот главный критерий, главное определение, что есть нельзя. Но понимаю, что мне придется пояснить подробнее, расшифровать. Ну, например, это те же самые конфеты. Ни в одной из пяти известных марок шоколадных конфет не было найдено какао-масло, а был вместо него пальмовый жир, говорит доктор Еделеев. В этой связи, а то забуду, если вы хотите в этом смысле быть уверенными, что в данных конфетах нет этих и прочих ядов, вы можете смело покупать наш шоколад и конфеты, которые производим мы. Они не просто без химии, и не просто органические, а сыроедные. То есть ни один компонент, находящийся в составе данного шоколада, не подвергался термообработке выше 40 градусов, а не то, что 200, а по вкусу они лучше поганых дешевых химических. Разумеется, они гораздо дороже любой химии. Тут уж, извините, без чудес. Ссылка будет в описании. Продолжаю перечень продуктов, в которые добавляют техническое пальмовое масло и прочие масла, подвергшиеся высоким термообработкам и содержащие глицидол в своем составе. Это все так называемые молочные продукты. Почти все хлебобулочные изделия, выпечки, печенье. Это и колбасы, и многие виды переработки мяса. Да даже и само мясо, если животные, которых потом убили и срезали мясо, кормили, либо докармливали комбикормами, содержащими эти масла, трансжиры. Я много лет уже говорю про пагубу трансжиров и рад, что Караулов об этом тоже заявил. Хотя он и не до конца понимает эту тему, как и не все сказал доктор. То есть он сказал, что не может жить спокойно, видя все, что творится, как пациенты его умирают от различных форм рака и как рак молодеет с каждым годом. Понимая эту зависимость, это-то он сказал. То есть то, о чем я в том числе много лет подряд говорю. Но он не сказал вообще, что жарко любых масел, а не только пальмового и прочих растительных масел, и любой пищи, приготовленной на этих маслах, при температуре свыше 200 градусов, а я бы сказал, это официально считается, а я бы сказал выше 130-150 градусов, и жарко продолжительное время приводит к образованию того же глицидола и не только его, но и других канцерогенов в этих продуктах. Возьмем тот же любимый миллионами людей картофель фри и все, что готовится во фритюре. Просто в наше время, в связи с пагубным влиянием всяких ток-шоу и телесериалов, и уничтожением образования, с отсутствием самообразования, при такой высокой степени массовой деградации среди большинства населения, уровень глупости и безразличия к своему здоровью настолько велик в наши дни, что не приходится удивляться, что люди все это едят и при этом хотят чудо, то есть быть относительно здоровыми. И еще обманывают себя, говорят разные глупости, вроде, немного не опасно, или тогда ничего есть нельзя, мол, значит, можно все. А что можно есть? Я сделал такое видео, в том числе вот и для таких людей. Оно так и называется, а что же тогда есть? Много чего можно есть, много чего. Просто не все то, что вы считаете едой, является едой на самом деле, вот и все. И остается много другой еды, которую вы за таковую не считаете, а между тем она является пищей. А многие люди еще отмахиваются от важнейших вопросов ЗОЖ, говоря, уж не знаешь, кого и слушать. Один говорит одно, другой другое, мол, определитесь, и такое прямо пишет. Ну и при этом уже, конечно, никого не слушают, так как не хотят вникать, думать логически не умеют, но благодаря неучим дилетантам и аферистам от блогерства среди ЗОЖ, несущих всякую чушь, рассчитанную как раз на телесериальную аудиторию с низкой образованностью, становится просто бесполезно выпускать долгие, сложные аналитические видео с такими темами и разборами, которые я публиковал многие годы, пять или даже более лет назад. Большинству теперь, к сожалению, нужно дешевое чтиво в виде пятиминутных попсовых успокоительных роликов с заголовками вроде примите это, и вы сбросите 20 лет за 10 минут. Ну а теперь важнейший подраздел, почему производителям выгодно закупать и выпускать уже свою продукцию переработки вот с этими маслами. Да потому, что такие продукты не портятся долгое время, скажем, если в ту же молочку добавлять, то ее срок хранения увеличивается с нескольких дней до нескольких месяцев. А где глицидола больше всего? В первую очередь, в печеньях, тортиках, крымах, детском питании, во всем, что в естественном виде портилось бы быстро, а так хранится долго, и в том во всем, что содержат растительные масла в своей переработке, в своем составе. Вот они критерии, вот они. Неужели кто-то спросят после этого, так что, не есть больше растительные масла? Я точно знаю, что спросили бы многие. Отвечу наперед таким людям. Хотя из моего повествования очевидно, что можно. Есть их можно, естественно, но только холодного отжима. И или не нагревать масла выше 100-130 градусов. И не жарить, если уж вы что-то жарите на них долго. Самое безопасное, кстати, для жарки из растительных масел, это кокосовое масло. Об этом я подробно рассказывал вот в этом моем видео про кокосовое масло. Кстати, скажу сразу, а то забуду потом, пальмовые масла есть дорогие, холодного отжима, и очень даже полезные. И никакого отношения они не идут к тем пальмовым, дешевым, техническим маслам, которые жарят быстро при температуре выше 200 градусов и отправляют миллионами тонн по всему миру. А теперь очень важная еще одна формулировка. Глицидол содержится не только в канцерогенном техническом пальмовом масле. Глицидиловые эфиры, продукты высокой термообработки растительных масел, как я уже говорил, образуются во всех растительных маслах подсолнечным, рапсовым, соевым, пальмовым и даже, внимание, оливковым в любом, хоть льняном, хоть каком угодно, при термообработке выше 200 градусов. Процессы переработки растительных масел имеют некоторые отличия, но принцип переработки один и тот же. При этом образование канцерогена во всех маслах происходит аналогичным образом. Внимание! Как же распознать, что никогда, если жизнь, конечно, вам дорога, не стоит покупать? Первое. Если что-то долго хранится, что не может долго храниться, если не применяются вакуумные или иные, дорогие, но натуральные и безопасные технологии. Например, тоже молоко хранится 4 месяца. Все точка, не покупать. Творожки и там и прочая гадость. Второе. Продукты переработки и любые продукты с жаркой при высоких температурах на растительных маслах. Тот же фритюр или жарка на сковородке в масле и тому подобное. Ничего. Ни картошку, ни мясо, ни овощи. Если выше 200, а лучше, если выше уже 130-150 градусов. Третье. Где написано на упаковке гидротированные компоненты или продукты, маргарин, пальмовое масло, трансжиры и тому подобное. А лучше вообще ничего, что не растет и не сохранено потом в естественном виде, например, сушкой, заморозкой, вакуумными технологиями, криогенными и тому подобное. Вот они, главные критерии. Так что точно нельзя покупать? Молочку, хлебобулочный, кондитерку, всякие конфеты, тортики и тому подобное, крекеры и прочую гадость. Кроме дорогих продуктов и то, если вы только точно уверены, что данный производитель не применяет химию в составе и такие подобные масла, кем, где, когда, как сделаны эти, те или иные продукты переработки. Что еще не покупать? Да тоже мясо вообще. Оно само по себе, по всем параметрам вредно. И продукты распада высокомолекулярных белков тоже вызывают рак. А при жарке того же мяса, даже на натуральном сливочном масле, образуются гетероциклические амины и нитрозоамины, которые тоже являются канцерогенами. Но не предусмотрела природа жарку, понимаете, вообще. Происходит трансформация элементов. Но об этом, впрочем, если вы не в теме и все-таки хотите понять, разобраться действительно, два моих видео. Первое с провокационным названием мясо надо есть, а второе раздельное питание. Посмотрите, будете знать. По крайней мере, для полного раскрытия данной темы, в этой связи можно мясо лишь такое, которое было получено от бедных, убиенных для этого животных, выращенных на травяном откорме, а не зерновом, когда в том числе добавляют комбикорма. А вообще говоря, более жестко, только выращенных исключительно пастбищным методом, без докормок животных различными комбикормами. Но не травите детей, да и себя пожалейте. А также мой разум. Не пишите всякие глупости. В оправдании своих желаний и пристрастий. Нужно всегда к любому вопросу относиться так, что мое личное мнение, вот как должен сказать любой здравомыслящий и порядочный человек, не имеет никакого значения вообще. Имеет значение только истина, разум, логика. Все. Да? И выходит, что и в этом вопросе сыроедение, а не веганское питание с его тортиками или любимыми жареными фритюрами и тому подобное, консервированными изделиями и прочее. А именно чистое сыроедение. И в этом вопросе безопасно и обоснованно. Ну или же разумное веганство и вообще любое питание, говоря шире, только безопасными продуктами. И именно продуктами, а не продуктозаменителями, то есть продуктами пищевой-химической индустрии или промышленности. Замаскированными под якобы продукты питания. Запомните, то, что продается в магазинах и разрешено к продаже, не означает того, что это безопасно. А кто этого не понимает, ну я дальше фразу лучше не буду продолжать, чтобы не перейти на нецензурные выражения. Теперь, что касается моей лепты в эту тему, то она заключается не только в просветительстве и тем самым попытке оздоровления людей таким образом, но и в производстве и в продаже безопасных, органических. Более того, продуктов выше по уровню органических, то есть продуктов с самыми высокими пищевыми свойствами, составом. Например, с содержанием всех необходимых минералов. Но это поймут лишь те, кто посмотрел мое видео «Лес и почва», либо смотрел все мои лекции. А перед тем, как я перейду к завершающей части моего данного видео, я дам вам пример результатов одного из моих направлений и видов деятельности. Я зачитаю вам письмо, написанное под одним из последних моих видео, которое называется «Рак груди», зрительницей и клиенткой под скрепкой. Пишет Инна Куракина «Юрий Андреевич, хотим выразить вам нашу безмерную благодарность за ваши знания и информацию о лечении, которую получил мой муж Дмитрий Куракин после консультации с вами». Поясню, я провожу еще пока индивидуальные консультации, на которые можно записаться. Ссылка под каждым из сотен моих видео на индивидуальную консультацию дана в описании под каждым видео. Продолжаю. «Помогла избежать хирургического вмешательства и последующей инвалидности». После обнаружения аденокарциномы прямой кишки второй стадии, кто не понимает, это рак, ему были предложены лучевая и химиотерапия курсом 40 дней. Как вы рекомендовали, он начал пить грибы санхваны трометас за две недели до весь курс и две недели после окончания терапии. Поясню, я всегда говорил из старых моих видео по онкологии, например, видео «Общие принципы лечения онкологии», приводил там живой пример, ну, на примере одной женщины, которая тоже пропила вместе с приемами курса химии и лучевой терапии вот эти грибные препараты, которые усиливают действие химиотерапии или лучевой по ее результативности, но при этом не убивают иммунитет. И некоторые люди, кому посчастливилось слышать и понять мои видео, пройдя эти курсы, а эти препараты, разумеется, они все приобретали у нас на сайте надгар.ру, если выполняли все верно, стабильно, комплексно, добивались положительных результатов, вот вам пример. Продолжаю. Каждую неделю сдавал кровь. Результаты анализов были хорошие, что приводило в недоумение врачей. Иммунитет не пострадал. Внимание, моя ремарка, иммунитет, при этом, что он проходил химиотерапию и лучевую терапию, при приеме этих грибных препаратов иммунитет не пострадал, как и должно было быть, как я и предупреждал. Продолжаю. И это помогло ему пройти курс лечения без особых побочных эффектов. Через три месяца мужа планировали оперировать, ожидая, что опухоль уменьшилась и осталась. Но он за это время пропил ваш, ну вот, который я рекомендую, маркерный курс. Это веселка, водорастворимые формы, шитаки, водорастворимые формы, рейши. МРТ и сигмовидоскопия показали, что опухоль бесследно исчезла и нет необходимости в операции. Врачи в Португалии разводили руками. Моя ремарка. Да уж, представляю, такого они никогда не видели. Как и те врачи в США, о чем я рассказывал в моем видео общие принципы лечения онкологии. Продолжаю. И не понимали, что происходит. Решили понаблюдать еще три месяца, а муж поменял рейши на митаки, но это как я рассказывал, там каждые три месяца смена грибных препаратов происходит. И также продолжил пить этот курс. То есть он уже пил, подчеркну, веселку, шитаки и митаки вместо рейши. В итоге были сделаны КТ, МРТ и сигмовидоскопия. И все показало отсутствие опухоли, то есть еще через три месяца. И показало наличие здоровой ткани. В настоящий момент мужу предложено наблюдение каждые три месяца с проведением КТ, МРТ и сигмовидоскопии и анализа крови на онкомаркеры, которые, кстати, тоже были в норме. Сейчас он пьет третий курс грибных препаратов с грибом агарик. Ну, совершенно верно. И как вы рекомендовали, будет пить грибы до одного года. Потом профилактический курс раз в полгода. Он исключил мучные продукты, сладости, мясо, оставил только домашние яйца, иногда раз в две недели рыбу, но основу нашего питания составляют овощи и зелень. Дорогие товарищи, все правильно, имена овощи и зелень, но не фрукты. Почему? Посмотрите мое видео «Сахар и рак». Еще раз благодарим вас за ваш бесценный труд и помощь. С уважением, Дмитрий Ирина Куракины. Ну, разумеется, я ответил, что я безмерно рад, здоровья, и все правильно, при должном, правильном, системном подходе. А теперь пару писем, ну, для контраста в том числе. Вот под тем самым видео Караулова Тамара Титова пишет, боже мой, как же дальше жить при такой обстановке в стране? Ну, мол, что все это возится, продается, во все продукты добавляется даже в дорогие и ни в чем быть уверенным нельзя в этом смысле. Пишет дальше, вообще ничего нельзя кушать, начиная с хлеба и молока. Как же жалко наших деток. Ужасно. Просто таких писем были сотни. Что я на это хочу сказать? Во-первых, все-таки осознать, что не все то, что вы считаете едой, является пищей на самом деле. Осознать, что не все, что продается в магазинах, безопасно. В каком мире вы живете? Снимите пелену с глаз. И в-третьих, смотрите мои видео. Это, в общем-то, ключ к спасению. Это я не выпендриваюсь, это я просто от злости уже говорю. От глупости человеческой не знаю, как сказать. В общем, мое видео «А что же тогда есть?» По крайней мере, там список. Какие продукты и почему есть можно? Есть у меня также видео «Какие продукты категорически есть нельзя?» А мои сотни других видео уже спасли тысячи людей и еще спасут. Можете и вы к этому присоединиться, смотреть их, анализировать, пересылать своим друзьям, знакомым, для их же блага, даже если они этого не понимают пока. Ну и теперь второе письмо уже под одним из моих видео. Такие письма периодически мне приходят. Я уверен, что даже этот человек видео то или иное не смотрел, а просто написал в виде названия и от своей злобы и протеста пишет такое «Сплошная реклама БААДов». «Видео и автор не вызывают доверие совсем». Отвечу так. Мозги надо иметь, а не доверие. Не такое доверие, которое у вас возникает вследствие соглашательства и успокоения с тем блогером того видео, которое вам понравилось и зашло. Не должно быть никаких желаний и мнений, а должен быть только разум, логика и знание законов природы и все. И вот понимая все это, рассчитывая, конечно, на людей здравомыслящих, разумных, на их благодарность, а не на такое подобное хамство вот этих неандертальцев, которые возмущаются от их собственной дури, но тем не менее мне это слышать, конечно, неприятно. Хотя таких не так уж и много, но они такие, особо злобные. Вообще, чем человек в большей степени стал дегенератом, чем он больше деградирует, тем он злобнее и примитивнее нападает, всегда без аргументов, зато судит обо всем, как судил Шариков. А вопросы вселенского масштаба с такой же вселенской глупостью. И такие люди не способны к логике вообще. И еще, конечно, обидно мне слышать глупые высказывания про дороговизну моих продуктов питания. Да они, мои продукты, они вообще одни из последних в стране и мире остались, которые не содержат ни глицидол, ни прочие канцерогены, вообще никакую химию. Вы не понимаете, что ли, где вы живете, в каком мире, что сейчас это практически невозможно производить такие продукты? Так что вы думаете, они должны стоить дешевле, что ли, или так же, как эта поганая химия, которой хватит на всех, которую производит пищевая и химическая индустрия, в которую вложены миллиарды долларов? Ну, напишите, как вы считаете, а? И еще, вот посмотрите про мои принципы производства, оцените подход, на примере вот хотя бы этого одного видео про яйца, а потом посмотрите вот это, очень важное тоже видео про уникальные свойства фукуса, но только вот этого фукуса, а не любого, в гелеобразной форме натив только этого. И третье, уж по крайней мере последнее давайте, вот про эту живую водородную воду. Вы услышите, там такие же отзывы людей, письма и видео с ними, где они рассказывают, а я комментирую, что происходило, а я объясню почему. Итак, все ссылки нужные я всегда даю под каждым видео, которое вы смотрите, просто открываете, нажимая слово еще открываются ссылки, вот как это происходит, и вы видите те видео, которые я рекомендую к просмотру, и те продукты, о которых я говорил в этом видео. Тоже постоянно пишут люди, а где это купить? Вот то, про что они услышали в видео. Хотя в каждом видео я по многу раз говорю, где купить. И всегда по умолчанию это все блогеры, все совершенно без исключения, каналы так делают, то есть то, о чем говорится, и то по ссылке размещается под данным видео. Но что происходит с людьми, я просто поражаюсь. И продукты здесь, кстати, влияют одной из ключевых ролей, хотя не только продукты, безусловно. И последнее. Кто-то еще говорит, что я груб, вы не были в моей шкуре, и не видите, наверное, что творится вообще с людьми, и как любого, без единого исключения, человека, даже самого святого, можно довести до ума помрачения. А тем, кто будет опять горлопанить, возмущаться, и претензии мне главное предъявлять по поводу того, что у меня что-то дорого, кстати, найдите что-то еще дорогое в мире, и предъявляйте им претензии, а не мне. Нашли самого достойного на этом поприще человека для своих идиотских возмущений. Так вот, таким людям давно, я уже несколько лет назад, по-моему, дал свой ответ, сделал видео, которое так называется «Ответ дебилам». А вот вам, пожалуйста, буквально вчера женщина, Любовь Григорьева, написала мне под тем видео, посмотрев его, видимо, следующее. Я тоже поняла, что когда промалчивала на идиотские высказывания, ну, видимо, людей вообще, так они еще больше борзеют. Их надо отдергивать, ставить на свое место, пусть обижаются, нисколько не жалко их. Совершенно абсолютно верно и справедливо, поэтому наперед скажу. Вот в основном теперь я что делаю? Когда подобные наглости какие-то есть, часть у меня уходит по словам ключевым спамовую папку. Я там их просто, видя баню, то есть удаляю и лишаю их права голоса. Естественно, через фильтр проходят не все письма, поэтому приходится на это тратить часть своей жизни тоже. Ведь дебилов, идиотов, наглецов довольно-таки много. Ну, а на этом, пожалуй, все. Жду ваши комментарии под этим видео. Делитесь с другими людьми этим видео, ссылочку перекидывайте с рекомендацией обязательно посмотреть вот это мое видео и другое. Помогите мне в распространении моих видео. И тем самым вы поможете и себе, и вашим близким. Это взаимная выгода наша с вами в глобальном плане, в плане оздоровления населения, и чтобы у наших детей и внуков было будущее. Имеется в виду светлое будущее. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok